Дома куличи пекут в чистый четверг, а вот на производстве весь процесс начинается чуть ли не за месяц до этого дня. Иначе не успеть. Такова технология. От ее соблюдения зависит и вкус, и форма, и внешний вид. День кулич остывает, только после этого его можно украшать. И, соответственно, помадка должна тоже как бы сутки остыть. И потом только мы кладем в красивый пакетик, что называется. Вот поэтому это минимум, ну как бы с учетом объемов, то есть это неделя, это минимум. Но опять же, неделя это если у вас не такой большой объем. То есть мы стараемся за неделю, но мы вот пять суток работаем без остановки сейчас, чтобы максимально свежие куличи дать покупателям. Марина Александровна, прежде чем открыть пекарню, два года изучала хлебопечение. И, как она призналась нам, продолжает учиться до сих пор. Ведь тонкостей в этом деле очень много. Например, ингредиенты всегда закладывают в определенном порядке. Если по рецепту что-то кладется частями, то только так и не иначе. Правильный кулич, он готовится, безусловно, на закваске. Это живая закваска. Опять же, то есть говорим о времени приготовления. Закваска, вы сначала готовите закваска, она должна стояться 12-14 часов. И только после этого вы ее используете в замес. Но для хозяек, наверное, это первое, не перерастаивать кулич. То есть если кулич будет перерастован, при выпекании шапка у него упадет. То есть в момент выпекания она поднимется, поднимется и потом упадет. Это, как правило, тоже может влиять перерастой. То есть как бы не доводить до того, чтобы в расстойке, когда вы его оставили отдыхать в теплом месте, чтобы у вас выросла сильно шапка. Все куличи, а в этом году их больше 900, Марина украшала собственноручно с помощницей Марии. Польская белая глазурь для шапочки и айсинг для цветов и букв. Когда вы запаиваете шапочку, то есть первое, чтобы они у вас сутки не стояли открыты, то есть сутки кулич остыл полностью, то есть сердцевинка, чтобы была полностью остывшая, иначе помадка будет потом таять, нехорошо будет. И вот запаять вот эти краешки, которые идут по краю кулича, чтобы бумага, вы прикрыли помадкой бумагу, чтобы не было подачи воздуха к куличу. Тогда, безусловно, он оказывается как вакуум, грубо говоря, и не сохнет. У каждой хозяйки свой рецепт пасхального кулича, проверенный годами. Делитесь своими секретами в комментариях к сюжету в соцсетях, и тогда мы приедем к вам. Наталья Зайцева, Сергей Власов, День города.